Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня продолжаем говорить о нашем здоровье. И в силу того, что сегодня эфир у нас с вами не прямой, а в записи, я позволю себе несколько порассуждать на эту тему. Потому что, вот, к тому, чтобы порассуждать, подумать о том, что с нами происходит с точки зрения здоровья, меня заставляет несколько обстоятельств. Так получилось, что вот несколько дней перед тем, вот, как записывается эта передача, у меня было несколько звонков, когда добирались до меня люди, и они были знаменательны тем, что практически каждый из этих вот трёх человек, которые дозвонились до меня, они уже 7, 6, 10 лет страдают. Причём это люди, которые уже прошли и поликлинику собственную, и врачей, и платные центры всяческие, и в институтах наблюдались, и в гастроэнтерологии, и в неврологии, и так далее, и так далее, и так далее. А камень, как был на месте, так он и есть. Понимаете, вот некоторое время назад я в передаче сказал о том, что обратите внимание, пожалуйста, на то, что вот вы как-то себя ощущаете, какие-то неполадки собственным здоровьем ощущаете, доктора вас видели, анализы вы сдавали, более-менее всё прилично, но чувствуете себя очень и очень неуютно в этом мире. Спина болит, суставы болят, с туалетом не всё гладко, ну, в общем, куча проблем, о которых вы все прекрасно знаете. И они ведь, вот, по крайней мере, эти люди, которые до меня дозвонились, они принимают препараты, назначенные лекарства. И без этих лекарств они уже и жить-то вроде как не могут, они же привыкли к тому, что они должны их принимать. Это касается и сердечно-сосудистой системы, и гастроэнтерологии, и кожи зачастую, и, простите, ради бога, желудочные дела, и печень, и суставы опять всё то и те же самые. Правда, возраст этих лет, начиная от 67 до 73, вот в этом промежутке времени. И каждому из них я задавал вопрос, скажите мне, пожалуйста, о чём вы как бы думали, вот, там, 7 лет назад, 6 лет назад, тогда, когда у вас начались первые, какие-то первые признаки тех проблем, которые начали формироваться с точки зрения здоровья. Ну, к врачу пошли, всё правильно, потому что врачи спасают нам жизнь. А здоровье-то спасают они или нет? И я попросил этих людей, ну, взять какой-то из этих препаратов, которые им назначены, и посмотреть элементарно побочные эффекты, которые возникают при приёме этого препарата. Так как они все назначены на долгое время, практически пожизненно, понимаете, вот эти вот препараты, то когда начали смотреть, то очень многие эффекты, побочные эффекты, о которых мы говорим, они оказались как раз в списке тех самых побочных эффектов, которые есть у этого человека. И получается какая-то странная картина, странная картина очень. Человек принимает лекарства, в чём-то себе, безусловно, помогает, спасает свою собственную жизнь, но при этом накапливаются ошибки, внутренние ошибки в жизни нашего организма, понимаете, которые приводят к тому, что возникают те самые побочные эффекты, они начинают накапливаться, и формируется ещё одна линия патологических процессов, патологических зависимостей внутри нас, от которых бывает очень тяжело, очень тяжело освободиться, практически никак тогда, когда мы лечимся. Некоторые, вот я помню, Анна Ивановна, она пошла к доктору и сказала, «Вы знаете, вот такая-такая-такая вещь вот со мной, что делать?» «Ну что же, — говорит доктор, — давайте мы заменим препарат». Заменили препарат. Но побочные действия-то все остались. А если это, понимаете, специфика нынешней современной медицины заключается в том, что конкретные заболевания, конкретные препараты, конкретный орган, конкретные препараты, без учёта системного эффекта, возникающего при терапии, и получается, что на каждую болячку, на каждую патологию, на каждую проблему, которая возникла внутри этого человека, нужно дополнительно назначать препарат. Но первый препарат, он не убирается. И поэтому получается то, что человек, для того, чтобы жить дальше, ну, более-менее себя как-то чувствовать, должен принимать каждый день по горсти всяческих препаратов лечебных. Но каждый из этих препаратов имеет свои побочные действия. И вот теперь, смотрите, я понимаю, что, ну, как бы, людям, которым уже за 60, у них, как бы, и выхода от не было. Ну, как бы, не поощрялась работа самого человека по поводу своего здоровья. Ну, не поощрялась. Да, говорили про здоровый образ жизни, о том, что надо заниматься спортом, надо бегать, надо нагрузки физические, чтобы были, чтобы физическая работа, чтобы организм тренировался, всё оно так. Но ведь, наверное, не в этом дело. В чём дело-то? И вот в современное время, вот в настоящее время, огромное количество людей страдают очень тяжёлыми заболеваниями. Сильно выросло уровень количества генетических заболеваний, наследственных заболеваний. Очень выросло количество онкологии различных типов, различного характера. понимаете, мне кажется, что это всё проблемы, которые мы с вами копим сами. Сами. А потом начинаем разводить руками и говорить, боже мой, да откуда же это? Да из вас самих. Изнутри. Выращивались все эти проблемы, выращивались. И потихонечку, потихонечку, по миллиметрику, там, в год, в 10 лет, они росли, эти вот нарушения, связанные и с изменением обменных процессов, и с изменением производства энергии внутри нас, и с изменением работы желудочно-кишечного тракта, ну, массу причин здесь можно найти. Всё оно так. Всё оно так. Гиподинамия, обездвиженность, практически человек сегодня, ну, 80% своего времени замкнутым, находится в замкнутом пространстве, где кислородная недостаточность, где огромное количество шумовых эффектов, электромагнитных эффектов, так далее, и так далее, это всё это можно перечислить. всё действует на наш организм, как на систему, открытую систему, понимаете? То есть, система, которая, наш организм, он посредством не только тактильных чувств, там, зрения, слуха, голоса, ощущений, понимаете, общается с этим миром, всё время находится в контакте, включая и всякие частотные электромагнитные процессы, они же тоже существуют, потому что человек – это электрическая машина, хотим мы или не хотим, но это так, понимаете, это электричество мы производим сами, и каждый наш орган работает на определённой частоте, понимаете, связанной с проявлениями вот этой вот электрической сущности, электромагнитной сущности нашей, и тоже общается как с этим миром, точно так же, как человек действует на окружающие, так и окружающие действуют на человека, во всем многообразии. Вот в одной из прошлых передач я сказал о том, что вообще-то людям надо думать о том, как жить дальше, не тогда, когда уже 60 с лишним лет и надо вообще, человек уже на пенсии, ему надо доживать самое тяжёлое для нас с вами время, понимаете, а надо думать о том, как жить, жить, и об этом надо думать уже не с 40 лет, я как-то в одной передаче сказал о том, что вот в 40-45 лет надо как-то начинать за собой очень пристально следить и помогать себе, и помогать себе. Понимаете, мы говорим с вами о самых простых вещах, о самых простых вещах, которые, в общем-то, извините, не имеют противопоказаний практически ни при каких ситуациях. Это не лечение, это восстановление, восстановление, создание условий, при которых наш организм, наше здоровье начинает потихоньку восстанавливаться, причём это, извините, пожалуйста, не скоропалительный процесс. Понимаете, если у вас воспаление, вы сильнейшим образом простыли, у вас какая-то бактериальная инфекция, вам назначили антибиотики, вы два-три дня попили эти лекарства и всё. И вроде как сразу начинаете себя чувствовать, вам становится легче, легче дышать, легче жить, энергия появляется, и вы потихонечку там за неделю, за две вы встали на ноги и пошли. И вот тут-то нас с вами и ждёт ловушка. Этой ловушке подвержены как раз в большей степени люди, которым далеко не 40 лет, а 20, 25 лет, 30 лет, понимаете? В чём эта ловушка заключается? Да в том, что мы простыли с вами или возникла какая-то у нас с вами проблема со здоровьем какая-то иная, не инфекционная, не бактериальная, скажем, не вирусная, не бактериальная, хотя в большей части именно это происходит. Ну, например, какое-то самоотравление или, пожалуйста, самый простой пример, у вас диарея, просто началась диарея. И вы идёте и к доктору и говорите, вот что-то у меня происходит такое с моим желудочно-кишечным трактом, какая-то диарея, уже несколько дней остановить ничего не происходит, понимаете, боли появляются, чувствую себя очень плохо, сил нет, теряю силы просто на глазах, как быть дальше. А доктор говорит, ну, давайте, так сказать, мы с вами вот сорбенчики попьём, вот пробиотики попьём, вот это ещё поделаем. Ну, замечательно, так сказать, начали делать всё, диарею остановили, антибиотики попили, вроде полегче стало, всё хорошо, и человек в свои 25 лет с абсолютным пиететом относяться к врачу, и так должно быть, вот, понимает, что он выздоровел, его вылечили, а вот вылечили ли? Понимаете, хотя бы вот такой элементарный момент, связанный с диареей. Сейчас довольно часто возникают такого рода явления, ну, практически вообще у каждого человека сегодня, стопроцентно у людей возникают эти явления. Что-то такое съел, вот старое-старое анекдот, да, что-то такое съел, наверное, что-то нехорошее, и понесло. И что делает человек? Ну, съел, ну, выпил сорбент, там, или соль, или что-то ещё, остановил, и, прошу прощения, вылечился. Нету больше диареи. Вылечился. А вылечился ли? Вот ведь какая штука-то. Понимаете, вот тогда, когда я вам предлагал вот эту самую программу восстановления и реабилитации нашего собственного здоровья, не организма, а здоровья. И меня довольно часто в этом упрекают, что я мало говорю о физической нагрузке, о физической работе, что надо заставлять тебя двигаться, и прочее, прочее, прочее. я действительно довольно мало об этом говорю. Считаю, что это, в общем, каждый человек это прекрасно понимает. Даже тот человек, у которого и суставы болят, он еле ходит, ноги болят, всё, и, но он понимает, что ему надо двигаться. Он понимает это, но ему тяжело. Он себя жалеет. Всё оно так. Так вот, этот вот случай с диареей. Понимаете, мы прекрасно понимаем, что вот эта диарея возникла, почему? Из-за того, что вы отравились. Съели некачественные там колбасы, кусок, или какой-нибудь прокисший творог, или что-то ещё, или в конце концов съели даже какую-то травку, которую, в общем, не надо было бы есть. Не надо было бы отправлять в себя. В результате организм, ваш собственный организм ответил диареей. Так, вместо того, чтобы, извините, ради богу, помочь организму, потому что диарея это самопроизвольное очищение организма от полученных токсинов вместе с едой. Понимаете? От полученных ядов. от работы гнилостных бактерий. В результате этой работы и появляются эти яды, могут появиться внутри организма. Ретро-вирусная инфекция какая-то. Останавливать-то нельзя. Наоборот. Надо этот процесс усилить. и вот самое лучшее средство при этом вода. Вода. Его надо вымывать. И при необходимости, тогда, когда это необходимо, скажем, при какой-то кишечной инфекции, обязательно надо пойти к врачу, обязательно получить какой-то препарат, который вот это токсическое, ядовитое действие на ваш организм и уберет этого агента инфекционного. Самое главное убрать. А дальше вот что надо иметь в виду. Закончились эти явления. А ведь иногда сам этот процесс протекает довольно долго и упорно, и человек очень долго восстанавливается. Но он ничего не делает. в отношении к самому себе, с тем, чтобы как-то помочь организму с минимальной потерей выйти из этого сражения, что ли, со своей болячкой, со своей патологией, возникшей вот так неожиданно, возможно, и по его собственной вине. неожиданно, но хорошо, прошло три недели, четыре, месяц, полтора, но человек более-менее встал на ноги, начал жить дальше, и всё, он считает, что всё в порядке, он вылечился. И даже анализы показывают, что всё у него хорошо, этого, этой инфекции у него уже нет. оно так. Но что-то человек себя чувствует-то не очень хорошо. И вялость, и сонливость, и не хочется ничего делать, и как-то тоскливо жить. И голова начинает побаливать, и какие-то ещё явления, какие-то ещё недомогания, которые даже тяжело определить, возникают вот в этой ситуации. Это о чём говорит? Это говорит только о том, что вот этот процесс самоотравления не закончился. И мы не помогли нашему организму до конца с ним справиться. Понимаете, этому нас никогда не учат и никогда не учили. Нам только рассказывают, что вот есть такие люди, которым там 70-80 лет, которые великолепно выглядят, у них атлетические фигуры, они занимаются серфингом, катают на велосипеде по 100 километров, массу делают, гимнасты великолепные, и всё на десятке жизни женятся, рожают детей, масса потрясающих историй с такими, в центре которых находятся эти самые люди. И при этом нам никогда не рассказывают о том, что это люди, которые с утра до вечера, с детства, с юности, занимались только одним. Они всеми силами сохраняли своё собственное здоровье, сохраняли его и вырабатывали для себя свою собственную систему. Что есть, как есть, как пить, что пить, как заниматься, какие нагрузки физические должны быть, какие массажи провести, какие-то. Простите меня ради Бога. Вот нам с вами такой режим недоступен. Прямо будем говорить-то. Недоступен. Потому что, кроме всего прочего, мы с вами должны думать о том, чтобы зарабатывать, чтобы кормить детей, чтобы, так сказать, как-то обеспечивать жизнь своей семьи, обеспечивать продолжение рода. вот чем вся вещь-то. И хотим мы или не хотим, но 8-10 часов в день мы должны отдавать именно эти, решая именно эти проблемы, а не проблемы с собственным здоровьем. И тогда возникает ситуация, в которой мы с вами становимся заложниками, заложниками того, что называется условиями нашей жизни. вот чем вся вещь. Хорошо Полю Брегу было писать о том, что вот замечательно там, скажем, апрель, май, июнь надо провести в каком-то определенной зоне земного шара, в какой-то определенной стране, потому что там в это время условия для жизни самые благоприятные, а следующие месяцы провести в другой стране. Хорошо бы в этой стране вот соки такие-то попить, плодов, фруктов или ягод, а в этой стране лучше заняться овощными какими-то проблемами, а мясо покупать исключительно австралийское. Понимаете, мы с вами живем в реальном мире, мы обычные люди, обычные люди, трудом которых этот земной шарик, этот мир существует. Понимаете, существует. Я не хочу развивать эту тему по одной простой причине. Думаю, что и вы все прекрасно понимаете. Особенно это становится понятно тогда, когда мы с вами приходим в тот самый возраст, который называется возрастом дожития, выходим на пенсию и понимаем, что потихонечку мы становимся лишними. Вот оно в чем дело-то. А вот как-то продолжать жизнь надо, она еще не закончилась. и хорошо бы эту жизнь продолжать продолжить. Хорошо. Вот для чего существует вот эта самая наша программа. Сейчас перерыв, потом продолжим. продолжим.